Я родился в Великом Новгороде. Знаете такой город? Там жил. Тогда еще совсем юный Николай Чапуренко не подозревал, какие испытания ждут его страну и выпадут на его долю. Страшная новость о начале войны застала его в Сталинграде. В 17 лет пришлось встать на защиту родины. В Сталинграде был, со Сталинграда в армию там пошел. Война уже началась. И на войне я и работал. Был радистом всю войну. Участвовал в освобождении Ростова-на-Дону, Донецка, Харькова и других городов. После окончания войны поступил в военное училище в Киеве. Когда закончил еще институт, мне хотелось очень в Ленинграде или в Новгороде. Говорит, нет, там нет работы, ничего, пойдешь в Москву. Ну, привезли в Москву. А из Москвы вот сюда привезли. Привезли и работать тут начал. Здесь совершенно случайно встретил свою единственную любовь длиною в жизнь. Познакомились в Доме офицеров на танцах, вспоминая только Дмитриевна. О том, что всю жизнь они пройдут рука об руку, и не думала. Но Николай был решителен. Когда уехал в училище, меня не отпускали, его тоже не отпускали. Друг его говорит, Миша, знаешь, ты едешь домой? Я забыла, в какой город поехал, тоже в Россию. Возьми Олю на неделю с собой. Мама расплакала, я тебя не пущу. Ну, я уехала на неделю. Поехала на неделю и осталась на всю жизнь. Почти сразу расписались. В счастливой семье появилась дочь, которая рядом и по сей день. Жизнь была насыщенной и интересной. По работе Николай Николаевич исколесил всю Россию. И где бы ни находился, дарил окружающим радость и доброту. Его все любят. И дети любят, и женщины все любят. Он какой-то, вы знаете, ну не такой, как он бывает, сердитый, с кем-то поругается, с кем-то все. Его и на работе все любили. Эти качества пронес через всю жизнь. О войне супруги вспоминать не любят. На глаза сразу наворачиваются слезы. А вот День Победы, 9 мая, навсегда остался для них главным праздником. Конечно, самый хороший день. 9 мая, День Победы. Как он у нас далек. Как в степи потухшим таял огонек.